Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мясо, всё подряд, всё что угодно, считаете правильным и нужным, то что вы думаете, это не для ваших кошек собак корм? Нет, для ваших тоже. Если я ещё раз повторю, они вам дороги. Почему? Я поясню. Два момента. Во-первых, варёные и жареные. Сейчас я объясню. Вот вы скипятите чайник с водой, будет осадок там на дне, будет осадок. Что это такое? Это были минералы, которые были в водорастворимой форме. Но прошёл порог 65 градусов термообработки, когда минералы переходят в иное агрегатное состояние, они меняют структуру, они становятся водонерастворимыми. Спросите любого врача, вам лично можно это выпить такую воду с осадком, осадок или животным? Врач скажет, ну, конечно, нет, почки посадите. Да и не только. Но мы, люди, едим всё подряд, кормим своих животных, кстати, и не удивляйтесь по этому, что и мы, люди, и животные умираются не от старости, а от болезней, а от закономерно, потому что в природе не предусмотрена жаркая варка. А уж извините, ладно, если вы верите в то, что человек сотни или тысячи лет всё варил, жарил, и всё нормально, хорошо, а животные? Животные, да, пусть они живут рядом с вами, но что вы думаете, у них изменилась как-то биохимия с того? Нет, природа не предусмотрела пищу жареную и варёную, потому что при жарке варки происходит, во-первых, денатурация белков, например, если разрушается первичная структура белка, она разрушается при термообработке выше 60, вернее, извините, 70 градусов по Цельсию, то происходит так называемая полная и необратимая денатурация белков в учреждении природных свойств и способностей вот этих живых структур к, скажем, участию в биохимических процессах. Да, это происходит. Хорошо, а минералы? Вот вы видите, что они выпадают в осадок, они мёртвые, вы хотите, чтобы животные были здоровы, но так надо кормить живыми. Да, я понимаю, могут кормить кто-то, резать мясо, подбирать отдельно овощи, травы, это гораздо лучший вариант, чем покупать комбикорма. Но делаете ли вы это? Есть у вас время на это? И так далее. Вот это вот другой вопрос. А как же быть, спрашивается? Есть премиальные корма, супер премиум, так называемые. Я уверяю вас, они всё равно жареные и происходит то же самое. Дефицит тотальных минералов – это главная беда современности. Знаете, почему она происходит? И в пище человека, даже если человек питается только органическими продуктами питания, а потому что почвы бедны, уже в них нет того количества необходимого лития, селена, хрома, кремния, йода. Так вот, мы решили этот вопрос. Мы долго занимаемся сложными технологиями в области питания. Человек, у нас более 500 видов биопродуктов, уникальные товары есть. И вот мы с нашим таким перфекционерским подходом более двух лет создавали этот корм. Полгода назад, даже год, я бы сказал, мы хотели вообще остановить этот процесс, даже уже несмотря на то, что вложили огромное количество средств, времени, нервов. А почему? Это так сложно, вы это не можете себе представить. В каждом нашем корме более 45 ингредиентов. А это, соответственно, каждый из них содержит определенные витамины, жирные кислоты, минералы и аминокислоты. Кстати, в идеальном составе все подобрали мы вместе с Институтом питания, НИИТом и профессорами, кто этой областью деятельности занимается. Так вот, данный состав на корма для кошек и собак вы можете посмотреть на нашем сайте nadgar.ru. По ссылочкам проще вам так будет. Вот под этим видео, если вы не в Ютубе, перейдите вот на это самое видео в Ютубе, под ним будет написано еще, посерединке внизу, под роликом, еще. Нажали, получили ссылочки, раскрылись. И перейдите по ним, и вы увидите, во-первых, перечень, состав. Что я самое главное вам скажу, что этого корма плюс воды, качественной, хорошей воды, будет достаточно вашему животному, чтобы оно ело это только в течение жизни, и ничего больше не нужно. Почему кошки, когда вы увозите их за город куда-нибудь, там сразу бегут, едят травки, ищут определенные им... Во-первых, вы скажете, лечатся, там, а что, правильно. А лечатся почему? Как Гиппократ говорил, что пища должна быть лекарством, а лекарство пищи... Они просто недополучают из вашего корма, из рациона, который вы им предлагаете, те микроэлементы в основном и другие ингредиенты, которые им жизненно необходимы. Постепенно при дефиците тех или иных компонентов возникают ошибки при делении клеток, возникают, накапливаются, и это приводит к серьезным обменным нарушениям, прочее. Потом они, животные, слепнут, потом у них онкология, сейчас повальна она, повальна. И в первую очередь, хотя есть другие факторы влияния, но 95% из этих факторов – это питание, неестественное, неадекватное. Любое животное на нашей планете питается в природе тем, что запрограммирована природой. Да, конечно, хищники, кошки и собаки, безусловно, вы тут будете правы и спросите, а зачем же веганские корма, если кошки, собаки, хищники? Ну, во-первых, тут есть первый этический момент, и, конечно, здесь в первую очередь это для веганов, вегетарианцев, сыроедов, для хозяев я обращаюсь к ним, но не только к ним, сейчас я к мясоедам обращаюсь. Во-первых, потому что это этический подход. То есть, если вы вообще, дорогие друзья, неважно, кто вы лично по типу питания, не хотите участвовать, ну, скажем, в таком неразумном, нечестном, непорядочном деле, как участие в убийстве животных, и тем более убийстве для того, чтобы этих животных перемололи, перемололи, что называется, для корма для ваших животных, это не, ну, это плохо, скажем так. Но еще раз хочу вам сказать, что, во-первых, более 20 лет уже существуют в мире веганские корма, да? Мы, кстати, пересмотрели, и не просто, мы до аминокислот, до молекулы разобрали полностью состав более 15 фирм английских, немецких, итальянских, которые производят веганский корм премиум и суперпремиум класса, я скажу вам, ответственно заявляю, это даже сравнивать нельзя с тем, что сделали мы. Кстати, посмотрите видеоролики, вот будет в конце моего выступления, дальше продолжение, два отзыва интересных, один, это наша сотрудница, она для трех кошек своих покупает наш корм, стала покупать, мы 2,5 недели от момента записи данного видео всего лишь продаем его, но результаты фантастические уже, животные просто после этого не едят другие корма, ну, то есть едят, ну, так сказать, вяло, у нас приходят люди, прям, приходили, брали, например, в субботу, а в воскресенье приходят на ярмарки, у нас мы проводим иногда ярмарки в Москве, можете смотреть на нашем сайте, и что говорят, вы знаете, говорит, я вчера брала, а сегодня вот у меня кошка, она очень привередливая, ничего, ваш съела за обе щеки, и вот просто другое не может. И вот посмотрите, дальше будет отзыв одного нашего клиента, который рассказывает как раз вот о своей кошке, вот, ну, немножко по-другому. У нас десятки отзывов уже пошли, некоторые вот сейчас вы увидите, а вообще мы сделаем такие же коллажи скоро, то есть как мы сделали по нашему живому сыроедному шоколаду, который, кстати, я тоже размещу ссылочками под данным видео. Зачем? Ну, во-первых, посмотрите о нашем уникальном шоколаде, а главное, поймите, что подход у нас ко всему един, одинаков, и поэтому мы вот гордимся нашей любой продукцией, значит, просмотрев эти видео, вы поймете, какой у нас подход. Ведь отзывы вас, вот, наших клиентов, очень важны, и вы увидите просто своих же, как говорится, коллег-товарищей покупателей, я имею в виду, как они реагируют, как их дети-дети на наши продукции. Ну, а говоря о этом уникальном корме, я сейчас покажу, скажу цены, вот еще что важно заметить, что мы делаем на очень дорогом, высокотехнологичном оборудовании, применяются там вакуумные дегидраторы, которые удаляют воду из разных компонентов, это при 20-25 градусах по Цельсию всего лишь происходит, и у нас все ингредиенты остаются живые, то есть витамины, жирные кислоты, минералы в хилатной, вот этой водорастворимой, в органической, главное, форме, которые усвоиваются абсолютно в полной мере и дадут вот эту жизнь, энергию вашим животным. Поэтому они так и чувствуют, как та кошка самая, которая на природе сразу бежит за травками, так же они чувствуют на наши корма, там огромное количество разных трав в составе и других компонентов. А вот по белкам, дорогие друзья, я вам скажу так, что это выше, чем самое высшее, скажем, создание протеиновых кормов для спортивного питания человека, потому что мы там применяем амарантовые, конопляные протеины, да, чия и так далее. Поэтому это полноценнейший состав, нужный для собак, отдельно для кошек, достаточный для того, чтобы вы только водой и вот нашим кормом кормили их всю жизнь, при этом они будут себя чувствовать лучше, дольше жить и не будут болеть и умирать от таких болезней, от которых сейчас это повально происходит, как от не пойми каких, а вернее вполне понятно каких кормов. Итак, по 300 грамм, как это, как говорится, и положено, и водится. Вот итальянский, я смотрел, по 300 грамм стоит там 650 рублей. Вот у нас корм для кошек, 350 рублей, супер премиум класса, который сравнивать ни с чем. Я прошу вас, не делайте то, что несопоставимо. Никогда, пожалуйста, есть такие люди, будут сравнивать с чем-то. Это, еще раз говорю, никто такого не сделал, потому что это не только экономически невыгодно, это такие вложенные средства. Да, в других странах больше, много денег там у некоторых фирм, они могут вложить, но не делают этого. Я не знаю, мы такие идиоты, может быть. Так вот, корм для собак 300 рублей. А вот уже больше ее способствует, килограмм, например, корм для кошек, 850 рублей, корм для собак 800 рублей. Это крафт-пакеты экологичные. Нам, конечно, и предлагали, оптовики требуют, и мы будем делать очень дорогие упаковки, заказанные в других странах, там многочетырехсторонние матрицы вот для этой печали. Миллионные вложения в эту идиотскую упаковку, всего лишь для того, чтобы люди, которые превратились, действительно, только в потребителей таких, которые вот на разумную информацию внимания не обращают, а только лишь на красивую упаковку. Вот нам придется делать такую упаковку, мы ее будем делать. Конечно, корма подорожает из-за этого, а как же. Но вот ко мне также я рассказываю, это на ярмарки подходят люди, прям много людей, говорят, вы знаете, Юрий Андреевич, делайте обязательно и в таких упаковках, оставляйте тоже, чтобы, зачем мы что, идиоты, переплачивать. Да, но, к сожалению, люди сейчас вот падки на упаковку, и оптовики говорят, надо вот упаковку такую красивую, яркую, она дорогая. Но мы это тоже оставим. Просят нас по 5 или даже по 10 килограмм корма, ну, для собак, по крайней мере, потому что есть большие собаки, понятно, мы будем делать вот по 5-10. Сейчас тоже есть скидки от количества, смотрите на нашем сайте надгар.ру, под данным видео будут ссылочки, переходите и смотрите. Что в завершении я хочу вам сказать, а дальше смотрите вот отзывы наших клиентов. Следующее. Вот более 500 видов продуктов у нас в нашем ассортименте для людей, товары разные. Ко всему у нас вот такой подход, очень детальный, скрупулезный. Мы все-таки рады и гордимся. Знаете, для нас политически это даже, если можно так назвать вопрос, а не экономически, почему мы создали этот корм. Во-первых, хотели нос утереть иностранцам. Во-вторых, хотели показать, что у нас есть в России свое производство, которого не было, такая ниша. Это очень важно и это, конечно, я надеюсь, люди оценят. Ну и потом, вы, дорогие друзья, я надеюсь, поддержите отечественного производителя, который столько сделал для создания этого продукта, который гораздо лучше зарубежных. А ваши животные уж оценят. Это поверьте, возьмите, попробуйте и посмотрите, как они это будут ездить. Исключений не может быть. И тут никаких нет добавок, витаминов синтетических, все только натуральные, даже B12 натуральные. То есть тут нет ни одного компонента синтетического, а в иностранных кормах, потому что они жарят. Есть, потому что иначе бы животные просто не получали, потому что многие витамины, они термонестойкие, такие как, например, витамин С. И поэтому их добавляют искусственно. А искусственные витамины опаснее синтетических антибиотиков. Может, вы это просто не знаете, но посмотрите мои лекции по здоровью. Кто еще не знает, кто я такой, я биолог, я предприниматель, я кофермер. У меня более 20 направлений деятельности, они все с живой природой связаны. Чем я только в жизни не занимался, можете посмотреть у меня в блоге youfralov.blog, мои виды деятельности, можете посмотреть канал в YouTube. Подпишитесь, кстати, на мой канал в YouTube, который вы смотрите. Не поленитесь, вы будете получать уведомления о многих новых интересных видео на разные темы. У меня есть 10 плейлистов на разные темы. Посмотрите, у меня также есть подписка в блоге на сайте nadgard.ru по продуктам. Обязательно подпишитесь и там, тогда вы будете получать сведения о новых кормах, технологиях, каких-то продукций новой. Ну что ж, дорогие друзья, итак, открылась новая эра. Это фактически прорыв. Прорыв тех, впервые российский, свой, родной российский, веганский корм для кошек и собак. Впервые в мире сыроедный веганский корм для кошек и собак аналогов этому продукту нет. И, я думаю, не будет или очень долго не будет. Поэтому давайте не будем терять время, не тратить жизнь напрасно свою наших, главное, любимых питомцев. И советуйте всем друзьям, знакомым, независимо от того, кто является, кто по типу питания, я имею в виду, из хозяев. Потому что для любого разумного человека это понятно. Дело ведь не в том, что он даже веганский, а в том, что, во-первых, животные получат абсолютно все вещества, необходимые для их обменных процессов, жизни, здоровые. Во-вторых, вы будете все-таки любому разумному человеку это приятно. То есть вы не будете уже теперь участвовать в этом грязном деле убийстве животных, ради тем более прокормления своих животных. И, собственно говоря, пусть это будет та самая первая ступень к, скажем, созданию той самой разумной, честной, порядочной и такой, знаете, светлой ноу-сферы, о чем говорил Бернадский, вот это гармоничное существование человека и его технической сферы с биосферой. Ну, а по составу ваши животные получат больше и полноценней, все, начиная от соотношения аминокислот до прочих компонентов, чем из мясных, тем более, дорогие друзья, подчеркиваю, не просто мясных, переработанных мясных продуктов, если мы говорим о известных марках, то есть продуктов, которые уже давно белки денатурированы. Их можно в организме собрать, как бы, да, но на это такие ресурсы организма идут и такие последствия потом. Что вот вы сейчас и вокруг себя, если взглянете, особенно ветврачей, спросите, какие последствия и от чего умирают поваленные животные, перейдя вот последние 20 лет, вот промышленность себя производит, эту гадость, которую на самом деле, ну, можно назвать кормами, но по сути это не так. Так вот, я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вашим животным здоровья и вам здравомыслия. Приятного дальнейшего просмотра. Дорогие друзья, меня зовут Симоненко Елена, я рада дарить обществу те знания и наработки в области здоровья, которые на сегодняшний день удается находить, разрабатывать и создавать. Так, предупреждаю, что коты очень долгие, поэтому будут вести себя достаточно дико. Очень радостно, что коты не едят шоколад. Иначе была бы сплошная конкуренция. Правильно, потому что это шоколад, поэтому... А вот здесь он находится и горный. Так что, где-нибудь поможем, где-нибудь шоколад. Что-то вы как-то не успокоен себя ведете. Кучу или порт. Так, они сейчас немножко диковаты, все это будут есть, потому что конкуренции, они всегда торопятся. Вот, уже крути усилились. Линдже. Лишни, линдже. Линдже. Девочки. Линдже. Лис. Торопятся, конечно же. Ну, торопятся, потому что голодные кушали только утром. Все были на работе весь день. Кушали они во сколько-то? А, так же... Восемь утра, наверное. Готово. Восемь утра. Угол 9-ти даже. Ну, 12 часов прошло. Они не прошли 12 часов. Точно, давай. Ну, это иногда, когда нас обоих нет и дома везде, им приходится сидеть без еду. Еду не оставляем, они едят всегда до пустыни миски. Потому что для животных это правильно, приедать и не приедать. Ну, все, собственно, это сделалось. С каким удовольствием нельзя. А, как носом можно угнать тарелку в соседнюю комнату. Это папа-кот. А это мама-кошка. А это их сынуля. Сейчас на водопой все втроем появится. Слава богу, у них нет конкуренции на шоколад. И что я совсем забыл сказать. Для мясоедов информации, ну, и хозяева мясоеда, кто убежденный, человек, вы правы. Животные-то они, вот, кошки и собаки, конечно, хищники по типу питания, по строению внешнему. Но давайте я вам скажу одну интересную информацию, очень важную. Я дам ссылочку, кстати, под этим видео посмотреть. Это действительно важно знать. Мне часто поступали всегда годы уже письма такого содержания, что у кошки или собаки онкология. Врачи уже все сделали, отказались, все не могут. Отправили домой умирать. Я кормлю, начала кормить или начал кормить соками свежевыжатыми пить и овощными, и овощами, зеленью только. То есть веганской, сыроедной, сырой продукции натуральной. Прошло, прошло, онкология прошла, зажило все, язвы зарубцевались. И я решил один раз опубликовать такую статью, ну, в своем блоге. И что стало? Стали люди писать. А у меня то же самое. И я так же. И у меня прошла, ну, у кошки или у собаки онкология. Вы понимаете? И это очень серьезно, несмотря на то, что они действительно хищники, вот есть такая информация, и это абсолютная правда. Поэтому, видите, то есть не все так просто на самом деле. Хотя, конечно, что уж говорить о нас людях, но это отдельная тема. В своих лекциях о здоровье я все это рассказываю подробно про человеческий организм, про биохимию человека простым доступным языком. Обязательно посмотрите эти лекции, если вам дорого, уже ваше здоровье. Но, а говоря о кошках-собаках наших, друзьях, как говорится, домашних, еще скажу вот что. О вкусе. Вот почему они едят вот эти корма, все вот эти вот известных марок, которые вы их кормите. Потому что туда добавляют всякую, как бы сказать, вкусовые, такие для вкусовых пристрастий различные химические компоненты, которые усиливают вкус. Так вот мы не добавляем никакой химии. Это для нас жизненно принципиальный вопрос, потому что мы не сволочи. И мы только комбинируем натур... Даже вот бромелоин такой фермент в ананасах содержится, мы добавляем вот ананасы, например, для собак, потому что там нужно для ферментации улучшенной и так далее. То есть мы вот все это учитывали. Почему мы делали два года, хотя хотели за год создать. Почему хотели отказаться от создания этого корма, когда уже мы не могли решить определенные на определенных этапах вопросы. То есть мы хотели идеальный продукт создать. Мы создали идеальный продукт. Пробуйте, смотрите дальше. Добрый день, вы у нас вот купили корм для кошек, да? Кошек. Вот, а у нас мы только их начали производить, но вы уже попробовали когда? Вчера первый раз? Или на прошлой ярмарке? Не вчера, на прошлой ярмарке, на Викбарном канале. Заскажите, пожалуйста. Мимо проходили, смотрим, у вас появился вот этот корм для кошек новый. А у нас как раз старый кончился. Мы брали тоже веганский производитель, но у кошки плохо она его ела, плохо воспринимала, не очень он ей шел. И даже у ветеринара стал вопрос корм поменять. Мы не знали, что делать. Тут просто приходим, бац, у Юрия Андреевича новый кошачий корм. Берем, приходим домой, насыпаем кошки. У нее просто сносят крышу. Она начинает мурчать, начинает мяукать со словами его так, чтобы просто грызть. Она съела полную миску, потребовала следующую, съела половину следующей. И получается, мы взяли маленький пакет, она его умела за три дня полностью. И нам совершенно потребовался большой теперь пакет, потому что она на него просто напала невероятно. И он не усваивается действительно хорошо. Ее не возникает проблем, не возникает отторжения. И самочувствие у нее повышается, энергетика тоже повышается. То есть у кошки прям, ну, извинения очень положительные. Так что спасибо, Георгий Андреевич, корм очень крутой. Да, благодарю. Мы действительно очень гордимся этим кормом, потому что реально мы вот 15 фирм английские, итальянские перебрали, разобрали домолекул, изучили состав, мы сделали его гораздо лучше. Этим кормом только может жить и кошка, и собака. Ну, там свои корма для кошек, и собак. И вот все клиенты, кто у нас приходил, а мы его только вот как месяц начали, ну, две недели в смысле, презентовали на прошлой ярмарке, все, кто уже и дает отзывы, вот как вы, то есть без исключения на 100%, то есть люди просто в шоке, как и их животные. Потому что они впервые, может быть, за долгие месяцы или годы их жизни начали получать весь баланс микроэлементов, жирное кисло, витаминов, натуральных причем и главное, он же еще и сыроедный, вот, а у всех корма-то они все же жареные. Да, да. И в этом-то и суть в том числе. Ну что ж, здоровья вашим, значит, животным, кошке, и советуйте ваш корм другим. Благодарю вас, спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!